Всем привет, с вами Кэт Кена и добро пожаловать в Puzzle English Сегодня будем говорить об очень важной теме Все мы люди, все мы косячим, все мы делаем ошибки все мы попадаем в какие-то неприятные ситуации и нужно уметь извиняться, и нужно это уметь делать несколькими словами и несколькими способами в зависимости от того, как сильно ты накосячил Давай начнем с простого В чем разница между excuse me и I'm sorry? Но если так совсем разбить, если примитивно очень объяснить то excuse me это если тебе нужно привлечь внимание Например, ты идешь по улице, тебе нужно спросить дорогу Вместо того, чтобы говорить, эй ты, это не очень хорошо на любом языке, лучше сказать excuse me и дальше уже спрашиваешь I'm sorry это когда ты тоже шел по улице и кого-то толкнул или наступил кому-то на ногу, вот здесь уже надо извиняться ты уже сделал что-то не так, говоришь I'm sorry Теперь у обоих excuse me и I'm sorry есть, естественно, разновидности Например, excuse me можно еще выразить словами pardon me или I beg your pardon Особенно это хорошо, когда кто-то что-то сказал и ты не расслышал, например, и тебе надо переспросить Вот одна уже та фраза pardon me, I beg your pardon, excuse me уже дает человеку понять, что ему нужно повторить то, что он только что сказал, потому что ты не услышал, не понял или как-то там, в общем, хочешь это услышать еще раз от него Теперь I'm sorry зависит, естественно, от того, как сильно ты накосячил потому что если накосячил не сильно, то можно просто сказать I'm sorry about that или I'm sorry, my bad I'm sorry, my mistake my bad, my mistake, my bad я бы перевела как сорян, мой косяк это такая не сильно какая-то провинность или если ты хочешь сказать, слушай, это, да, была моя вина больше не повторится Ты признаешь свою вину и говоришь, больше не повторится Теперь, если накосячил серьезно, то извиняться придется соответственно Ну, во-первых, сам sorry можно усилить, можно сказать I am so sorry или I am terribly sorry То есть прям ты даешь человеку понять, что тебе прям, ну вот очень ты извиняешься изо всех сил Можно использовать слово apologize I apologize for it I apologize for И там уже за что-то, да Кстати, apologize можно писать как с буковкой S в конце, так и с буковкой Z Оба варианта правильные S это британский вариант, Z это английский Можно еще это предложение, например, сделать более распространенным I'd like to apologize for how I reacted yesterday Например, когда ты поясняешь, за что ты извиняешься Да, я бы хотела извиниться за свою реакцию вчерашнюю Если ты признаешь свою вину, ты как бы даешь человеку понять Да, слушай, я был неправ, я тебе задолжал извинения Есть очень красивая фраза I owe you an apology Ну, естественно, человек, перед которым ты извиняешься, может быть, например, не в духе И он может тебе сказать строчкой из песни группы One Republic It's too late to apologize Но это тогда уже не твоя проблема, это уже его проблема Еще есть, конечно, фраза forgive me, прости меня Например, I hope you can forgive me Я надеюсь, что ты сможешь меня простить Теперь, бывает, что нужно извиниться в формальной обстановке, например, перед клиентом Иногда, причем клиент может быть даже неправ, но извиниться лучше и проще Потому что тогда ты предстанешь вежливым и адекватным человеком А он может быть не очень Смотри, как извиняться формально в имейлах? Можешь себе прям сразу записать пару фраз Например, I sincerely apologize Очень формально Или я беру на себя всю ответственность за И еще одна формальная фраза, которая тоже полезна знать Ну и завершить хочу фразой, в которой есть слово I'm sorry, но она не означает извинения Работает эта фраза, когда, допустим, тебе кто-то сказал, что у них что-то плохое случилось Я не знаю, бабушка заболела, собачка умерла Ну, что угодно, да, экзамен провалил, на работе трудности И ты как бы уже не можешь Иногда люди не знают, что сказать Есть очень нейтральная фраза, которая подходит во все вот эти вот случаи Ты просто говоришь I am sorry to hear that То есть ты выражаешь человеку свои как бы сожаления, что с ним вот этот вот какой-то ахтунг произошел Ну что, теперь, даже если ты будешь косячить А ты будешь, все мы люди Ты знаешь, как извиниться несколькими способами, формально и неформально Всем спасибо, всем добра, до новых встреч, пока!